Привет-привет, мои дорогие! Всем привет! Всех очень рада видеть! Вчера с вами не болтала, совсем расслабилась. Приветики! Приветики! Приветики, приветики! Болтать не болтала, но целый день с вами сегодня на связи, целый день в сториз. Спасибо! Одновременно вам рассказывать весь свой 2019 год, уже просто разложила, и плюс к этому еще и отвечаю на ваши вопросы, которых очень много. Вот, здравствуйте, Сибирь, все здравствуйте! Мы, кстати, с Новосибирском, по-моему, на одной, в одном временном часовом поясе, да? У нас сейчас 20-21, уже темно. Уже давно, кстати, темно. Ветерок такой. Здравствуйте, 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 здравствуйте всем, здравствуйте всех с наступающим Новым Годом! Завтра 31-е число, последний день года. Именно поэтому решила вам, решила вам сегодня рассказать свой 2019-й год. Он был у меня безумно насыщенный, пока дошла только до апреля месяца. А у вас с утра, круто! Дошла только до апреля месяца. Но надеюсь, что сегодня, ну, как-то уже, надо покороче, я поняла, рассказывать, иначе вообще никогда не берусь до конца года. В Буганск, привет! Всем, всем городам, всем городам привет! Я всех реально очень рада видеть. Вот, завтра 31-й, я иду с утра, иду с утра на CrossFit. Мне удалось, я записалась на калорий килл, сейчас случайно зашла, было все букин-букин, и кто-то отменился. Я зашла и записалась на калорий килл. То есть завтра иду с утра на CrossFit, на калорий килл. Вот, потом обязательно поеду на Будду, заказаю для вас, для всех желания. Привяжу там специально такие листочки продаются. И в новом году. Вот, и еще завтра, Иркутск, привет! Завтра, я надеюсь, закончится мой гиф. Если сегодня вы все активно подпишетесь на спонсоров, я разыгрываю на выбор либо новый телефон, либо любую пластическую операцию, либо деньги. Вот. И вы, пожалуйста, я всегда на CrossFit, вы смотрите истории, я ставлю локацию. Локацию ставлю, и аккаунт CrossFit клуба отмечаю. Поэтому я на такие вопросы не отвечаю, как бы, нужно быть внимательным, посмотреть истории. Я специально отмечаю места, где я ем, где я тренируюсь, куда я хожу, чтобы вам всем было проще, потому что отвечать в Директ очень сложно, на вопросах просто миллион. Ну вот. Значит, сегодня остался вот последний день, завтра уже будет розовище, поэтому подписывайтесь на всех, на кого я подписана, и... Новосибирск, привет! и забирайте призы, либо деньги. Призы шикарные, такие, знаете, на... ...человек. Аккаунт надо открывать, естественно, на время розыгрыша, я об этом всегда говорю, потому что иначе, как администраторы проверят ваши подписки. Поэтому на время розыгрыша аккаунт нужно открывать. И мы об этом предупреждаем. Вечером сегодня будут итоги лайк-тайма, 5000 рублей, которые разыгрывают. Они будут вечером, наверное, часов 8, где-то вечера. Девочки вам все выложат. Вот. Ужасная связь, да, но жаль, жаль на самом деле, что ужасная связь. Я специально вышла в лобби, здесь вроде бы неплохой интернет, но, возможно, у вас может быть какая-то не очень хорошая связь, а здесь, в принципе, связь неплохая. Ну вот, ребят, смотрите, я завтра вас, естественно, всех буду поздравлять, с Новым годом и желать... Одна из моих любимых знакомых подписчиков, которых я очень хорошо помню. Все будет. Будут обереги, будут проклятия, все, что вы хотите, все, мои дорогие, будет. Вот. Осталось несколько вопросов. Ну, на вопросы буду продолжать отвечать, но все-таки... Так. Вы их разоблачаете. Нет, ребят, мне никто не угрожает и не пишет, что я их разоблачаю, потому что всем звездам похер, что о них пишут. Так же, как и мне похер, что обо мне пишут в разных пабликах. И когда что-то обо мне пишут, я только могу сказать, спасибо, потому что черный пиар это лучший пиар. И так же любая другая звезда. Спасибо вам, что вы меня любите, я вас тоже очень люблю. Дальше. Поиск про Кудрявцева просто бомба. Слушайте, я не хотела об этом писать долго, несколько дней. Мне, в принципе, пофиг абсолютно на Кудрявцева, на ее вранье, но меня просто заколебали вот эти вот тупые послания в директ, я вам одно сегодня выложила, где мне предлагают... до какого времени мы выкладываем его публикацию. Если вы два лайка поставили на публикацию, значит, все нормально. Смотрите, про Кудрявцева отвечу. И написала я только потому, что мне ежедневно начали писать какие-то дебильные призывы срочно удалять импланты из груди. Меня это все заколебало, и я рассказала вот эту вот историю реальную, которая, просто реально смешная история. Ну, хайп и скайп. Так. У вас бывает курортный роман на Пхукете? Слушайте, я вообще курортный роман такие, которые короткие, я не признаю, у них вообще никогда не было, это не для меня. Да, на 98 человек надо подписаться, но, смотрите, у меня был один раз такой типа курортного романа с французом Андре, мы с ним здесь встречались где-то неделю, потом мы с ним продолжили встречаться, я к нему летала в Ницю, я к нему летала в Париж, и это был очень прикольный роман, и он очень весело закончился, я про это рассказываю, роман был реально веселый, окончание романа было еще веселее, Андре был миллионером, настоящим евромиллионером, ему было так немного за 30, и он был с очень большими странностями, но было очень весело, ну, конечно, не ври, ну, что еще может сказать Амина, Амина, уже имя, это диагноз, так, дальше, дальше, здесь просто очень много всяких этих, хороших пожеланий, так, не надоело жить на показ, какие ценности в жизни, спрашивает меня, Миссан 07, девушка с обнаженной, практически обнаженной фото на купальнике, знаете, такие вопросы задают люди, которые дико завидуют вот этой жизни на показ, да, вот им очень хочется быть на показ, но у нее вместо двух миллионов подписчиков, ну, дай бог, две тысячи, или там 200 тысяч, все равно это разные вещи, мне не надоело жить на показ, моя дорогая, потому что я на этом зарабатываю огромные деньги, а потом, очень странный мужчина, видимо, из Лондона, он никогда не здоровается, у него такая рыжая борода, я все пытаюсь поздороваться, но ему как-то не до меня, ну, бывает всякое, не только русские со странностями, иностранцы тоже полно со странностями, вот, ребят, я сейчас не могу вам сказать, во сколько завтра, вот реально не могу, потому что, как бы зато такой день сложный, но заранее, за час мы вас предупредим, на Банглородка, что силы не один раз, мы когда с Яной приехали первый раз, вместе в Таиланд, пять лет назад, мы с ней каждый день тусили на Банглород, и мы так тусили на Банглород, с Андре, кстати, ходила, вот это было два года, наверное, уже назад, ходила с Андре на, вот это же пип-шоу, ну, короче, все было весело, так, дальше, 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 вопросы, ага, в какой зал ходите, я отвечала, у вас так, сколько вам лет, интернет-куры, интернет-куры, после интервью Галкина, Шикман поверили, что он испытывает оргазмы от Пугачевой, ребят, я не хочу даже обсуждать эту тему, потому что, понимаете, мне смешно обсуждать эту тему, на самом деле, вот реально смешно, ну, если есть какие-то люди, у которых вот совсем вместо мозгов манная каша, и они верят в то, что говорит Галкин, то, что говорит Киркоров, то, что говорит Басков, то, что говорит Лазарев, то, что говорит Билан, если вы во все это верите, то это ваши проблемы, я не хочу даже эти вопросы обсуждать, даже сами девушки, которые ведут интервью, им хочется ржать от этих вопросов, это видно, вот, а потом, вы понимаете, я в принципе, вот почему у нас, могут поверить, что очень многие их кумиры геи, они не могут в это поверить, потому что у них единственная надежда, что хоть это крутые мужики, понимаете, вот они живут с какими-то жуткими задротами, вонючими, волосатыми, которые постоянно там им под носом пердят, денег не приносят, пузе не отрастили, в носу ковыряются, а тут, вот такие вот красавцы, крутые типа, и они когда узнают, что они геи, им просто плохо, а потом вообще, понимаете, ну вот всерьез обсуждать Галкина, я, я даже не могу, вот как-то, вот что-то вам сказать про Галкина, учитывая, что, где Галкин, что Галкин, он зарабатывает, наверное, деньги, кто-то ходит на его концерты, а он шутит до сих пор про людей, типа, он, например, шутит про, я не знаю там, про людей, которых уже никто не помнит вообще, он про них шутит, его зрители смеются, значит, у него есть какие-то зрители, ну и дай бог, чтобы у них все было хорошо, у нас два очки, да, я заметила, одни от солнца, другие от зрения, в Риге была очень-очень давно, еще с одним из своих мужей, я туда ездила, это было очень давно, так, Новосибирск, любите какие-то виды спорта, как научиться отстаивать свои интересы, как научиться отстаивать свои интересы, как говорить «нет», ребят, как научиться отстаивать свои интересы, ну, это очень просто на самом деле, если вы уверены в себе, если вы уверены в своих силах, в своей самостоятельности, естественно, вы будете отстаивать свои интересы, понимаете, А если вы ничего из себя не представляете, живете за чей-то счет, там у кого-то сосете, какие будут стоять интересы. Вот что я вам могу сказать. Ну, поэтому это очень странный вопрос про отстаивание интересов реально. Правда, смешно, когда одни очки на голове, другие на глазах. Я в этих очках хожу еще с тех пор, как не стемнело. Так, дальше. Ответили, задали. Так, я на спорте, но ребенок 10 лет ненавидит любые физические нагрузки. Заставлять или нет? Вы знаете, не стоит, наверное, заставлять, стоит как-то пытаться объяснять ребенку, да, и ждать, когда он сам этого поймет, потому что заставлять бесполезно. У меня вот так вот бывший муж заставлял сына, и почему начал заставлять его лет в 13, когда я как раз был подростковый такой вот у него возраст, возраст какого-то протеста, и ничем хорошим это не закончилось. Слушайте, я с вами сижу 15 минут. Что за бред-то, Господи, вам не надоедает? Нет, мне не надоедает. Женщина должна быть хитрой или прямолинейной. Ну, что я вам могу сказать? Вы знаете, я вам могу сказать, что прямолинейной может быть женщина типа меня, которая всего достигла, которая все абсолютно плохую. Вот я могу быть прямолинейной. Я каждого могу послать по известному интимному пути, я каждому могу объяснить, что я от него хочу. Но если вы, опять же, я говорю, живете, ничего из себя не представляет за чей-то счет, то, конечно, вам надо быть хитрой. То есть вы сами выбираете. Если вы личность, то вы имеете право быть прямолинейной. Если вы пока еще придаток кому-то, то вы должны быть хитрой. Как организовать фитнес-тур, ребят? Ну, я организовываю фитнес-тур 18 лет, и для того, чтобы организовать фитнес-тур, у вас должно быть очень много последователей. Вот что самое главное. Потому что организовывать фитнес-тур даже ленивые, к ним есть фитнес-тур, там может быть 5 человек, 7 человек. Еще трое родственников прибавляются. Так, дальше. Совершенно тупые вопросы. Вот. Так, расскажите про восстановление после операции на грудь. Ребят, я про это писала очень много постов. Восстановление занимает примерно месяц. Если у вас все нормально, через месяц можно начинать тренироваться. У меня никакого вообще восстановления не было, у меня не было никаких болей. Я чувствовала себя совершенно нормально, и через месяц начала тренироваться, тренироваться очень жестко. Но так делать, конечно, не надо, а просто нужно спокойно переждать и начинать потихонечку тренироваться. Расскажите о своем детстве отношениях с родителями с сестрой. Слушайте, ну с сестрой у меня в детстве каких-то таких отношений не было. Сестра моложе мне на 8 лет. Когда я выходила первый раз замуж, мне было 19 лет, сестре было 11. То есть она была еще ребенком. И поэтому я с ней как бы, я с ней ничего не делила. Да, у нас слишком большая разница в возрасте. С родителями все нормально. Родители у меня были спокойные, обычные. Я никаких хлопот не доставляла. Я очень хорошо училась. В то время особо вообще дети хлопот не доставляли. Я не курила, не пила. И поэтому как бы была такой очень самостоятельной. Даже нечего рассказывать, если честно. Ой, какой именно вопрос. Так, это я уже ответила. Юрочка, как учится в школе? Слушайте, ну он нормально учится. Им пока еще не ставят оценки. Им ставят там какие-то рисуночки. Вот. Но тут недавно... Мираба. Морхаба. Тут недавно учительница сказала Яне, что Юра не будет, наверное, отличником. На что мы с Яной очень обрадовались. Потому что я вам уже 150 раз сказала, что отличники, как правило, они ничего в жизни не добиваются. Потому что отличники, как правило, зубрилы, это, как правило, те, которые вот просто сидят какие-то, ну, ботаники, да? А это не те люди, которые могут чего-то в жизни добиться. А так у Юры очень-очень все хорошо. Так. А до зумби можно похудеть? Мои дорогие, худеют от дефицита калорий. Каким образом вы создаёте дефицит калорий? Это ваше личное дело. Вы можете заниматься зумбой, вы можете трататься, вы можете делать всё, что угодно. Худеют от дефицита калорий. То есть вы должны жрать меньше, а тратить калорий больше. А дальше любой каприз за ваши деньги. Любой каприз за ваши деньги. Дальше. Что бы вы выбрали, любовь к деньгам или любовь к мужчине? Слушайте, любовь к деньгам. Деньги любят все. А что значит любовь к мужчине? Мне любовь не нужна, мне нужен хороший секс. И чтобы, как бы, поговорить было о чём. А любовь, боже упаси. Поэтому это очень странный, очень смешной вопрос. И какой-то детский, вот какое-то детство реально. Или дети задают эти вопросы? Есть ещё что-то, чего вы не добили, что для вас пока ещё не досягаемо. Слушайте, у всех людей есть то, чего они ещё не добились. И это понятно, как бы, мы не можем достигать всего в этой жизни. Но что я вам хочу сказать. Я на самом деле не стремлюсь чего-то там ещё добиваю. Что значит у Яны бизнес? Тот бизнес, который я и денег дала, это наш общий бизнес. Не задайте эти тупые вопросы, не везите меня. Я в жизни уже очень много добилась, и у меня нет желания, как бы, добиваться и добиваться, добиваться. Хотя я это делаю. И для меня главное, чего я не могу добиться, это чувство какого-то расслабления, релаксации и покоя. Да, вот этого нет. И этого мне, конечно, не хватает. Любите ли вы кедровые орехи? Очень странный вопрос. Кедровые орехи, я к ним абсолютно равнодушна, ребят. Вообще к орехам равнодушна. Чувство голода мучает, мало так едите. Слушайте, знаете, ребят, меня не мучает уже чувство голода, потому что я очень давно ем мало, и я уже к этому привыкла. У меня много в меня не помещается при всем желании. Даже два блюда в ресторане заказываю, я два не могу съесть. Ну, в какой-то степени я нарцисс, наверное. Все уважаемые в себя люди нарциссы, наверное, в какой-то степени. Через сколько после кесарево сечения можно начинать тренировки? Через 4 месяца. Ребят, ладно, если тебя вступит, мне тоже уже надоело. Давайте так, я тогда на остальные, на интересные вопросы я поотвечаю просто в сториз. Я вижу, да, что плохая связь. Но здесь я ничего не могу подделать, от меня связь не зависит, к сожалению. Поэтому я с вами прощу.